Для твёрдой пшеницы год был благоприятным или нет? В прошлом году заливала, а в этом? Нельзя сказать, что он был для нас благоприятным, потому что всё-таки засуха, это тоже сказалось на культуре, но заморозки нас не зацепили никак, мы их обошли, потому что фаза у нас была немножко попозже, мы ещё были в трубке. Поэтому заморозки нас обошли, нас коснулось единственное засуха, это касается поздних сортов, недостаточно было времени, чтобы набрать массу, налиться хорошо, просто сгорело и всё. Что касается данной культуры, в своём центре мы ведём работу на повышение адаптивности, сохранение высокой урожайности на уровне зимой мягкой пшеницы, ну и качеством зерна и макарон, соответствующие густу на твёрдую пшеницу. В реестре находятся всего 39 сортов зимой твёрдой пшеницы, из них 22 сорта селекции ФРБНО и НЦДОНСКОЙ. Наши сорта разделываются по трём регионам Российской Федерации, это Центральный Чернозёмный, Северо-Кавказский и Нижневолгский. На 2024 год у нас включено два сорта, это сорт Кризалит и сорт Эллада по Северо-Кавказскому региону. На изучении находятся у нас 4 новых сорта, они проходят изучение по 5 регионам Российской Федерации. Общая площадь, занимаемая нашими сортами в Ростовской области, составляет 10 тысяч гектар. Лидерами по площадям являются сорта Годонской, Амазонка и Янтарина. Уровень продуктивности наших сортов очень высокий. За последние 5 лет он составил от 8 до 9 тонн в гектар. Максимальная урожайность у нас получена от 10 до 12 тонн. Адаптивность по морозозимостойкости. Наши сорта обладают высокой морозозимостойкостью, засухоустойчивостью, короткостебельной, устойчивой к полигонию и также различных групп спелости. Ежегодно наши сорта возделываются на участках селекционных достижений Тодиндонского поля. В этом году были получены очень хорошие результаты. Лидерами по урожайности стали новые сорта, которые находятся на изучении. Это сорт Придонья. В этом году будет решаться, его судьба, районирует его или нет. И сорт Графир. По качеству это содержание белка 1 класс, клейковина 1 и 3 класс, и натура зерна 1 класс формирована. Кратенько останавливаюсь на наших новинках. Это сорт Услада. Сорт средне-ранний, высокопродуктивный, формирует высокое качество зерна и макарон. Следующий наш сорт Лакомка. Это наша звездочка, потому что сорт обладает широкой экологической пластичностью, то есть он районирован по трем регионам. Это северокавказский, нирневолгский и центрально-черноземный. Также высокопродуктивный, качественный сорт. На замену нашему популярному сорту Агату Донскому мы вывели сорт Динос. Он унаследовал свою средне-позднесть от Агаты Донского. Также короткостебельный. И максимально реализованная урожайность была сформирована. Это 12 тонн с гектар. Следующий наш сорт – это новинка. На данном этапе у нас происходит размножение семян данных сортов. Это с 2024 по северокавказскому региону он внесен. Хочется отметить, что у сорта стабильно формируется высокое содержание каротиноидов, что очень важно для макарон. Следующий сорт Элада. Также высокопродуктивный, формирует высокое качество зерна и макарон, устойчивый к низким температурам. Ну и последний наш сорт – это Придония. В этом году является лидером по урожайности. Хочется отметить, что он проходит изучение по пяти регионам, включая уральские – это самые суровые условия. Также высокопродуктивный, качественный, устойчивый к низким температурам. Спасибо за внимание. Спасибо. Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, сорта Хризалит и Элада будут доступны в покупке в этом году или только в следующем? Только в следующем. Только в следующем году. И еще такой вопрос. Сорта зимой твердой пшеницы, которые вы выращиваете, где получили наибольшее распространение? Какие районы, регионы? На сегодняшний день более 90% это Ростовская область занимается. Дальше идет Ставропольский край. Ну и сейчас мы идем более дальше. Это Воронежская область, это Пензенская область. Ну и большие площади мы занимаем Волгородскую. Хорошо, спасибо. Есть ли вопросы? Евгений Милович, у вас был какой-то комментарий? Нет. Мне сказали, в следующем году доживем. Да ладно, доживете. С вашими таламиниями. Единственное, дополнить мою панельную пшеницу. Основные у нас были потребители, помимо Ростовского, это Саратовска, Волгородска. Вот последние два года большие объемы у нас берет Ростовская область и вот начал Ставропольский край. В последнее время активно они берут. В прошлом году практически все, семена какие были, они забрали. При этом по урожайности их она устраивает. Но самая основная, конечно же, беда культуры – это стекловидность. То есть здесь, если в прошлом году осадки были, стекловидность плохая, у нас зерно в принципе осталось, цену хорошую не дают. В этом году по водным условиям вообще прекрасные. Твердый пшеницов кто успел убрать, стекловидность хорошая, на нее как раз-то спрос и есть и будет. Но опять же, Тарас тоже участвовал в совещании, Министерство проводил именно по твердой пшенице. Интересно такое. Тоже переработчики вроде бы и есть, но сырья не хватает. У нас вроде как сырье есть, но они не хотят покупать, потому что их качество не устраивает. А за ту цену, которую они нам предлагают, ну, извините, мы тоже не готовы на все штины давать продукцию. Буквально вчера мне уже прислали данные по седьмому региону, это Самарская область, где сорт Белла получил урожайность 35,70 сантиметра зерна зектора. Может быть, для этого года Юга России это не очень звучат цифры, но для этого региона, например, мягкие пшеницы, гром примерно на таком же уровне. При этом качество получилось, у них 13,8 белок, 25,8 ликовина, они очень довольны данным сортом. Следующая у нас очень большая ведется работа в Старопольском крае, и также вчера-позавчера присылали данные. Значит, также сорт Белла у нас реаним в 2024 году, и в этом году он сформировал наибольшую урожайность. Сейчас у нас в производстве сорт Адари расстранен в наибольшей степени, но вот по максимальной урожайности в производственных условиях сорт Белла пока никто еще не перебил. То есть в этом году в Краснодарском крае, в Калининском районе, хозяйство убрало данный сорт с площади 60 гектар, 2,5 миллиона, это были элитные семена, 80 центеров зерна с гектара. Это на уровне наших сортов озимой мягкой пшеницы. В Старопольском крае была жесточайшая засуха, и во втором регионе, это Новоселецкий район, сорт Адари 29,7 центров урожайности, сорт Белла за 35, это примерно уровень Аграфа Хоскова, так мне руководитель хозяйства сказал. Тогда как четвертый регион, это Красногвардейский, третий и четвертый регион, это Красногвардейский район, сорт Адари с площади 200 гектар урожайность получена, 73,5 центра зерна с гектара. Это была максимальная урожайность в этом году в данном хозяйстве, мягкие, практически на 8 центров уступили в данном городе. При этом в этом году сложились такие условия, что все зерно очень высокого качества по стекловидности, что каждый год волнует наших покупателей, какова какая стекловидность. У Белловки стекловидность в этом году очень хорошая, есть проблемы в другом. То, что у нас сейчас проблема сбыта существует, но по нашим данным, данным наших семеноводов, уже оригинальные семена наши распроданы на данный момент. У нас немного, у нас 4 сорта по 100 тонн, но уже как бы вот сейчас, даже когда идет конференция, опять присылают 50 тонн, 40 тонн. То есть, с одной стороны, вроде бы как, что с ней делать, а с другой стороны, слышно или пропало? Слышно, слышно. А, с другой стороны, семена раскупаются очень хорошо, потому что 35 рублей элитные семена, 28 первые репродукты. Это и в Старопольском крае, и в Ростовской области мне присылали, и в Краснодарском крае. Оригинальные 17,50 рублей, что говорит о хорошей тенденции данной нишевой культуры. Хотя в этих условиях, когда Турция, Казахстан, вот до сентября-октября запретили продажу и вывоз, но вот и госпроизводитель, легко ополчили, не собираются продавать. Сейчас максимальная цена, вчера 17,5 рублей давали, но это, в принципе, как и мягкое, с белком 13,5. Поэтому никто пока продавать не собирается, все ожидают цену. В этом году я посетил Республику Италии, разговариваю с крупнейшими производителями твердой пшеницы, это фирма Борила, они миллионные тонны регулярно перерабатывают твердой пшеницы, и вот они нацелены на российский рынок очень серьезно, потому что, когда мы начали немножко себя посыпать пеплом, что, ну, вот у вас же есть такие показатели, как индекс глютена, цветность, они, ну, там были руководители, они сказали, это глупости, у вас есть главное что, у вас есть порт, у вас есть вал, у вас есть белок, а это мы найдем, из Канады привезем, и когда я сказал цену, а какая же цена за килограмм, я сказал, что наши сихоспроизводители в том году продавали, это был разговор в мае этого года, по 22 рубля они пересчитали, сказали телефоны, и вроде бы сейчас хотят выжить каким-то образом, чтобы выкупить прошлогоднее это, но пока это только разговоры, но по продаже цен я не вижу падка в данном сегменте, могу так сказать, потому что каждый день звонят, и самое удивительное, что вот сейчас у нас регионы расширяются, Волгоградская область, сейчас в Калмыкии звонили, говорят, Волгоградская область, яровую начали убирать те 15 центеров, ну а зимой до 20 дней не убирают, то есть это огромная территория, которая не освоена, 20 лет назад они начали высевать наши сорта, очень неплохо получалось, в этом году 40 центеров, потом Татарстан очень много берет, заявок присылает, и литий, и первые репродукты оригинальных, башкирия, что до этого вообще было, то есть присылают, потому что яровая твердая пшеница все-таки более рискованная в тех регионах, а зимой с изменением климата получается у них довольно неплохо, примерно полтора-два раза по урожайности вышли, поэтому вот здесь у нас тема была перспективы сбыта, я думаю, что не нужно спешить, 25 рублей наши сельхоз, наши производители макарон, заложили, что было сказано в минеральных водах, на день поля, то есть 25 рублей они должны выложить из господства из родителей. Поэтому будем ждать, будем ждать яровой твердой пшеницы, как они и сработают, ну и канадских наших коллег, которые также имеют большое решение в проблеме реализации данной пшеницы. Наверное, очень все. Качество есть, урожай по прошлому году был хорош, в этом году получился еще лучше, и так как и в итоге в связи с погодным клиническим условием не было, получился очень неплохой вау и качество данной пшеницы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok